Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Рюкзачок Путешествий. Находимся мы в поселке Хотелёво Брянского района, в заброшенной церкви Преображения Господня, которая была построена в 1765 году подеем Тюйчевым. Что мы здесь наблюдаем? Очень толстые стены. Вот моя рука. Получается, вот такие стены. Скажите, друзья, для чего устроились такие толстые стены? Нет, ну здесь очевидно, есть же ходы между стенами, мы даже как-то находили их, Поэтому вот там есть проходы. Вот очень интересные арки. Очень высокие были. А вот там, видите, там был ход такой. Сейчас мы, может быть, до него дойдем. Вот такие орнаменты еще сохранились. Видите, как строили на века? То есть это не реставрировано, ничего. К сожалению. Вот неужели были такие технологии, чтобы такие строить вещи? Да, сейчас такого не делось. Вот здесь, видимо, проводились богослужения. На улице еще стоят иконочки. Вот они, иконочки стоят здесь. Они тут, в обогончике, тоже проводятся неподалеку, кажется, в воскресенье. Сейчас тоже проводятся. Так, сейчас попробуем пробраться к входу. Но не знаю, это был ли здесь вход раньше или не был. Непонятно. Вот смотрите. Да, сейчас покажем вам вход. Ух ты! Вот здесь вот монахи могли, видите, передвигаться внутри стен. Не знаю, попробуешь немножко пройти наверх? Сейчас покажем вам. На, снимай. Сейчас давай я вступлю. Сейчас, друзья, попробуем пробраться. И так по всему периметру идет. Ну что, друзья, это будет очень стрессовое путешествие для меня наверх. Потому что люди здесь должны были быть худые. Плотный человек не прошел бы. Ну да. Вот почему-то под ступеньками выдолблено, под некоторыми. Может, что-то искали. А может, просто совпадение и просто так кирпичи вылетали. Вот так выглядит вид вниз. Но мы пойдем наверх. Да, здесь окошечки есть, чтобы была вентиляция. Но тут, конечно, стрёмно. Ступеньки очень маленькие. Может, залезть? Мне тут говорят, не надо. Ну да, здесь, конечно, впечатляет. Ну все, снимайте меня. А вы мне забыли. А, может, ты знаешь, что им ходил? В колокола звонить. В колокола звонить. Наверное, поднимались по этим ступенькам. Да нет, обычно по-другому. Зачем им? Ну, обычно, да, я не знаю. То есть это такие потайные ходы получаются. А вот еще, знаете, интересный момент? Вот здесь вот такие уже потертые именно с краю кирпичи. Не ровные, вот прямо как новые, а именно потертые. Почему? Потому что, когда человек идет, он постоянно вот так вот держится. Держится за эту стенку. И вот тут они так сточились. Вот здесь потому, что они намного острее. Видите? Вот здесь сточились. Люди идут и постоянно держатся. Вот мы вылезли. А я буду, покажи, куда бы я могла вылезти. Вон туда. Да, вот если подниматься по этой лестнице, то есть вот здесь вошли, получается. Да, это уже увидели. Да. Покажи, куда вылезли. И вот там вот, видите? Вот он шел вот так, вот так вот этот ход. Прямо по всему периметру. Вот скажите, для чего была строить такую укрепленную церковь в таком маленьком селе Хотелево. Вот смотри, это валится со стен. Ну да, но это, наверное, в советское время уже была перекрасена краска. Вот мы предполагаем, что вот этих балок не было, и это было все сплошное. А первый этаж вообще вниз ушел. Как вы знаете, много старинных зданий почему-то внизу первые этажи. Вот почему, непонятно. Вот такие толстые стены. И очень много окон здесь, конечно. Вот хочу сказать, в современную церковь, когда заходишь, там нет столько много окон, да? Ну вот, дорогие друзья, вот сейчас в таком запустении находится эта прекрасная церковь. А крыша была деревянной или кирпичной? Ну, конечно, здесь, наверное, шкупела были, даже есть где-то фотографии, можно будет искать. Почему тогда внизу не валяется куча кирпича с крышей? Продолжение следует...